Ну и третья тема — это разного рода санкции. То есть санкции, когда АПЛ уходит. Кстати, я посмотрел у Линнекера комментарии, он же там постоянно пишет, типа, все правильно. У него просто британская публика хейтит его, говорит, какого хрена вы отключаете простым там людям и детям эту английскую премьер-лигу, вы что этим хотите добиться? А все хейтят из обычных людей. Типа, я тоже комментарии читал, все санкции с рэпом даже связаны, лейблы, все-все хейтят. Ну, то есть люди обычно... В комментах хейтят решение чиновников? Да. А, то есть обычные люди, иностранцы хейтят в комментах решение. Да, вообще везде. С музыкой, с фильмами, совсем. Вот Бэтмен отменили. Посчитали на комплексе комментарии. Ну, люди говорят, вы что, ебанутые, типа, при чем здесь фильм, типа. Зачем вы мультики убираете и прочее. Дискавери ушли из страны. Евроспорт с ними. Это вообще какой-то глобальный смех. Я в мире разочарован со всех сторон. Я уже не делю на свои и чужие. Это абсолютный верх идиотизма к тому, что сейчас происходит. Прежде чем про всех олигархов и прочее. Но когда из-за меня вы не даете там лекарства продавать, когда вы не даете образовательный контент получать, это вообще идиотизм. По-другому не назвать. Не, вот мне наплевать там на всякие Макдональдс и так далее. Я просто не вижу логику. Логика-то в чем? Ну, вот вы вот этот Бовл Старс, про который сейчас Надя Карпова пишет. Там какие-то дети играли в эту игру, покупали. Причем непонятно, они в России живут, откуда у них родители у этих детей. Может, родители там украинцы, например. Ну, не важно, ну, вот так вот получилось. И эти дети играют в эту игру, покупают там какие-то штучки, родители им дарят на день рождения. И вот ты вот этот ребенок, который все еще надеется там на какой-то мир. Он не понимает вообще, о чем говорит, ну, а что происходит. И вы ему просто обрубаете эту игру. Для чего? Чтобы он стал злым на весь мир? Чтобы он воспринял полностью повестку о том, что все вокруг враги? Ну, вот ты мне скажи, вот это разве нормальная история, когда извне, вот так вот, врубая санкции, зная какое-то движение в обществе, все породит, ты по факту провоцируешь на внутренний переворот в стране. Это по-другому назвать нельзя. Все эти компании заодно занимаются одной и той же вещью. То, что они пытаются расшатать изнутри, ну, точнее, сформировать мнение, которое приведет к тому, что у нас начнутся какие-то акции протеста. Я их оценивать не буду, ничего говорить не буду. Но разве это нормально, типа, когда вы извне пытаетесь таким образом, никогда не в оборонительный сектор, а когда вы просто капитально бьете по насущной жизни людей, чтобы им создать дискомфортные условия, и они типа начали двигаться к свободе. Это нормально, типа? Ты знаешь, я бы даже здесь не так, наверное, и говорил. Мне кажется, что это все делается для проформы. Они прекрасно знают, что никакого результата они этим не достигнут, особенно давя на детей. Они все прекрасно знают, что у них будет абсолютно другая реакция на это. Мне здесь больше кажется, что мы сейчас являемся свидетелями чемпионата мира по санкциям. Ну, помнишь, условно, там какая-нибудь... Ну, вот, допустим, возьмем там карточный домик, да? Помнишь этот сериал «Спейси»? Да, я не смотрел сериал. И когда «Спейси» там уличили в чем-то там, в Хараснете или еще в чем-то, да? Да. А, точно, эту историю услышал. Да. То его, да, в том числе, когда это хуже было бы этому сериалу и продакшену, его все равно убрали, и начался целый переполох, что каждый считал нужным сказать, какой там «Спейси» плохой, условно. Или когда какая-нибудь там Регина Тодоренко вдруг там что-то сказала про домашнее насилие, и чем все закончилось? Закончилось все тем, что одна за другой компанией все больше и больше и больше санкций, пока она не извинилась, правильно? Да, так у них, ты видишь, у них вообще... И здесь происходит то же самое. То есть одни ввели санкции, вторые запретили контент для детей, третьи запретили «Дискавери», четвертые убрали «Евроспорт», пятые сегодня отняли у Александра Большинова лыжи, сказали, ты больше в наших лыжах не будешь ездить, потому что ты сфотографировался в форме советского спортсмена. Послезавтра ты... И происходит соревнование, кто больше и... Да это не соревнование. Идет какую-нибудь абсолютно бессмысленную санкцию. Это соревнование по санкции, это абсолютно другой мир, это пиар-пространство, это именно пиар-мир, пиар-пространство. Если бы здесь была задача именно воздействовать на умы, то использовалась бы риторика не ненависти, а использовалась бы риторика объяснения, какой-то дружбы, взаимодействия. Но здесь используется именно риторика чемпионата мира по санкциям. Кто навыпендривается и обосрет сильнее? Кто уйдет раньше? А если не уйдет, то мы с ним не будем общаться. Да, ты понимаешь, что если ты не можешь... Сейчас общество во всем мире формируется по одному простому типу. Есть какая-то мейнстримная тема, защита меньшинств без разницы. И если ты ее не поддерживаешь, то по отношению к тебе просто капитальный, блядь, фашизм какой-то проявляется, по-другому не назвать. Тебя из общества просто-напросто... Ну, убираю. Ты не можешь свое мнение вообще никаким образом, типа, отстаивать или пытаться обсуждать некоторые моменты. Некоторые темы просто не могут быть даже... Даже говорить о них нельзя. Ты понимаешь, я вот на Твиче не могу там произносить некоторые слова, в каком бы контексте ни произносились. Не могу некоторые темы обсуждать. Это полный, блядь, бред, то, что происходит. Мы сейчас не чемпионат мира по санкциям смотрим, мы сейчас смотрим за концом здравого смысла вообще в мире в целом. Потому что все, что вокруг нас есть, все, что вокруг нас, это принадлежит огромным корпорациям, которые друг за другом, типа, стоят горой. Одна вышла, вторая вышла, все вышли, и мы в итоге вот с голой жопой, блядь. Просто потому, что они так решили. И, типа, они самые правильные. Хотя мы прекрасно все знаем, долбанная Кока-Кола делает отраву для людей. Долбанная эти компании просто людей в сахарное рабство забирают. Эти Макдональдсы и KFC не продают нормальную пищу. Они никого не насыщают, блядь, здоровыми продуктами. Куски выкончены. То, что вы уходите. Это все люди, которые делают мир хуже, блядь. И они еще сделали нас зависимыми от себя. Мы там виноваты. И сейчас все охают и ахают. За науку обидно. То, что даже на научном поле люди начинают какие-то санкции придумывать. Казалось бы, типа, в мире, в котором, наоборот, должна быть вечная кооперация, физики, сколько уже денег потратили за последние годы, и вы ничего, блядь, не открыли нового. Вообще ни хрена, блядь. Короче, да. Короче, да. И можно все понять. Можно понять, как я уже говорил, можно прекрасно понять там условного там Зинченко или кого угодно еще, да. Но когда какой-то хмырь с телека, который не знает, как правильно называется слово Украина, как правильно его произносить, который просто это делает для большего количества лайков или для одобрения. Но вот сегодня вот история с Большуновым. Но вот история с Александром, ты знаешь Большунов. Это, я тебе сказал, понял. Чувак, который лыжник, который вообще поднялся, потому что у него батя чокнутый, его в деревне, в этой деревне Подывотье. Один делал эту лыжную трассу и даже летом сохранял этот снег, чтобы этот Сашка ездил по этой трассе. И Подывотье это там километр до Украины, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот его папа, когда приезжал сынок домой, он ему еще вот этой трассой, которую он снег укладывал летом, он еще посередине из газона вырезал название вот этой фирмы «Росиньол». И что произошло сейчас? Ну понятно, у нас же чемпионат мира по санкциям. Понятно, что США не откажутся от Овечкина, да, потому что это Овечкин. Ну а здесь, в Федерации Лыжных Гонок, там главное норвежство, условно. И вот ты в этом чемпионате мира по санкциям, тебе нужно как-то этого Большунова исключить. А Большунов положительный чувак, он вообще просто, он деревенщина полная, он никогда никакими лозунгами не говорил. Ну до чего-то ж надо докопаться. И приезжает этот Большунов, бедный, приезжает он на чемпионат России по лыжным гонкам. Это Деминский марафон непонятно куда, где он выигрывает этот марафон. И просто в конце фотографируется на деревянных лыжах из Советского Союза в костюме, просто такая ретро-фотография. Так они до него докапываются с тем, что Большунов этой фотографии поддерживает воссоединение Советского Союза и что устраивает намеренную провокацию. Они за это цепляют, просто за фотографию в деревянных лыжах, ретро-фотографию. Они за это цепляются. И Россиньол сначала заставляет его удалить это фото, а потом разрывает с ним контракт. Я не знаю, это все максимальный бред. И ладно бы это не смог, хоть какой-то смысл. Хоть какой-то смысл. Но в этом смысла нет никакого. Но в этом есть только одна позиция. Показать и сделать так, чтобы кто-то в России ненавидел еще сильнее и говорил, да, теперь я понимаю. Вокруг враги. Но при чем тут Большунов? Я понимаю, что спорт это все равно политика. Но оставьте простому человеку не то, что даст. Да вы можете лишить его соцсетей. Но оставьте простому человеку нормальные отношения. Вот то, что сейчас происходит, нужно как-то вообще делать реформу понимания людей за все эти процессы. Этот спорт меня уже вот здесь вот. Я не понимаю вообще, почему в России... Нет, я понимаю, ладно. Это все связано с рейтингами и прочее. Но понимаешь, спорт это прерогатива богатых. Вот когда ты Норвегия, ты можешь себе позволить спорт обозревать, как там вот национальный вид спорта, лыжи и прочее. У нас это просто политический момент, который там рейтинги создает. Я надеюсь, что сейчас меньше будет фокуса на все это дело. Это не первостепенная вещь в стране. У нас из-за ухода иностранных компаний тысячи людей сейчас потеряют рабочие места. И понятно, Большуновым произошло очень трагичное дело там и прочее. Но это, я не знаю, для меня вообще присутствие на Олимпиаде нашей сборной без флага, оно смешным казалось изначально. Это какой-то невероятный уровень унижения. И когда люди говорят, а как же спортсмены, у них там из разряда карьера на это, они хотят тоже зарабатывать, пятое, десятое. Ну, а как это так? У нас страна была представлена наряду с другими, но только без символики. То есть вам говорят, вы как, знаешь, гости, ну, как люди второго сорта можете принимать участие. Почему вообще это все дело хавалось, я не могу понять. Я бы на самом деле туда вообще бы не ездил. Просто сказал бы, ну все, прикрываем спорт, теперь ездите на внутренних Олимпиадах, вам этого будет достаточно. Я этих моментов еще тогда не понимал, а то, что сейчас происходит, я не пытаюсь быть пророссийским или там прозападным. Я понял, что все уже со своей стороны наделали столько дерьма, что его распутать не получится. Мы живем в фейковом мире, в котором нельзя ничего даже обсуждать, потому что либо тебя посадят... Либо как мне заблочат Инстаграм, да. Либо заблочат Инстаграм, либо тебе вообще... Я что сделал вам? Вы мне взяли Твич, забыл. Мне 2 миллиона заблочили. Вот 2 миллиона моих рублей мне заблочили, которые уже ничего не стоят. Вы мне, сука, рубль убили, теперь еще не даете его вывезти. Что я вам сделал, гондоны, блядь? Ничего не делал. Я никакие меньшинства не обсуждал, сука. Я вашим свифтом никуда деньги не переводил. Я покупал ваши иностранные конченые товары, вливая бабки в вашу поганую, бля, экономику. Я не знаю. Вон, может быть, во Вьетнаме несколько детей на мои деньги годы жили, бля, когда я найки, кроссовки брал. Что я вам сделал, гондоны? Вы мне деньги просто взяли и заморозили. Я еще на них потом в суд подам. А я не подам. Знаешь почему? Потому что, оказывается, я из России под санкциями. Вот идите нахуй со своими санкциями, кто их придумал, блядь. На себя наложите лучше руки, блядь. Идиоты, блядь.